Взрывался, давал трещины, уходил в землю. Рассказываем о непростой судьбе Барнаульской хрущевки. Сухим из воды не выйти в доме, топит подвал, кто будет отвечать. И в конце выпуска подъезд, каким он должен быть, расскажем о нормах и правилах. Хорошо, конечно, когда управляющая компания следит за домом и за придомовой территорией. А что если и дом старой, и управляющая компания не справляется? А что если дом давал основательную трещину? А что если в этом доме был взрыв газа? Все это про настоящий барнаульский дом. И, конечно, как вы понимаете, у него много проблем. Про них и расскажем. Вот сейчас у них будет полная квартира воды. Вот они, репортеры. Вот показывай. Как правило, всегда... Так это еще 10 минут только дождь-то был. А если больше дождь, тут вообще вся площадка в воде. Это результат всех бед, которые постигли дом номер 9 на Новороссийской. Сквозная трещина, осевший фундамент и даже взрыв газа. У дома непростая судьба. В последнее время его жителям стало еще труднее. Прохудившаяся крыша течет после каждого дождя управляющая компания. По словам жильцов, реагирует недостаточно активно. Вот, чуть началось, и вот вся стена мокрая, и потолок уже плесенью пошел. Ну, мы уже два года живем, вот такая ситуация, два года. Как мы взяли в ипотеку эту квартиру. И АЖ, он ничего не предпринимает. Сколько обращались, и уже ругаемся, там двое. Не крыша, а решето. Пятиэтажки 60-х годов постройки. Нужен ремонт и срочно. В Краевом Минстрои с этим согласны, но коммунальщики проблему пока не решают. Они вот, видите, они сделают, привезут вот с листочек. Руберой. Материал. И чуть-чуть замазали, и поехали. И кто делает, ремонтирует крышу? Слесарь, который ничего не умеет. К тому же еще и больной человек. У этого дома и без того непростая судьба. 1969 год. Создание треснуло и начало проседать. 2000-й взрыв газа в одну из квартир. Погибли люди. Часть дома буквально отстраивали заново. Тогда же, уверены жители, дом просел еще больше. И пострадали уже трубы канализации. Там что-то с трубой, и постоянно ее рвет. И оттуда все каловые массы, все к нам подъезд. Наш подъезд самый такой уязвимый. Но воняет так, что доходит даже до четвертого подъезда. Все двери открывают, ничего не помогает. Отвечает за дом управляющая компания «Лидер». Мой коллега попытался до нее дозвониться, но не удалось. Указанный телефон отключен. Официальный капремонт стоит на 2028 год. В списке работ и крыша. Чтобы не мокнуть все эти годы, эксперты советуют взяться за проблему самим жильцам. В данной ситуации у собственников нет иного выгода, кроме как дополнительно финансировать работы по полной перекатке всей кровли. Для этого необходимо обратиться либо в управляющую организацию, либо в частную подрядную организацию, которая составит смету на проведение данных работ. И уже собственники на общем собрании примут решение о включении прочих расходов в квитанцию или же увеличении тарифа на данную сумму, чтобы не отремонтировать кровлю. Что же касается прочих недостатков, состояния фундамента и стен, то и здесь все в руках жильцов. И в таком случае юрист рекомендует провести полную экспертизу. Результаты нести в городскую администрацию и добиваться уже аварийного статуса дома. И надеяться на расселение. Но за такую экспертизу жителям, скорее всего, тоже придется платить самим. Все несчастливые, дома несчастливы по-своему. В предыдущем доме нет надежды на крышу, да и на стены тоже. А жители следующего дома, о котором расскажем, про кровлю забыли. У них уже месяц, главная беда – подвал. Это не частный дом с бассейном, это бассейн в подвале многоквартирного дома. Второй корпус здания по адресу улица Советской Армии 50А. За 50 лет эта проблема в доме впервые приобрела такие масштабы. Более месяца назад стал запах из подвала происходить. Стали туда в подвал ходить. Доступ в подвал свободный. Заходим туда, там вода. В управляющую компанию звонили, просили, чтобы приехали, отреагировали. Приезжали, откачивали сколько-то времени в воду, но вода не уходила. Якобы стали говорить, что это откуда-то подземные воды идут. Запах в подвале страшный, окна открыть невозможно, в квартирах сырость. Ну, сами понимаете, вынуждены были уже пригласить вас. Мы приехали, когда специалисты из управляющей компании столица все-таки работали над устранением проблемы или делали вид, что работали. Этого мы понять так и не смогли. Меня отвечать на ваши вопросы не будут. Но вы из управляющей компании, да? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Не, ну хоть понять, чтобы что... Я говорю, не буду. Представьте, что у меня нет. А вот проблема есть. Ясности не внес даже мастер из управляющей компании. Мы его встретили случайно. А можете сказать, что с подвалом случилось? Почему? Затопило подвал. А по какой причине? Пока не можем выяснить. Не можете выяснить причину, да? Ну, нашей течи нету никакой. А у управляющей компании на данный момент есть вообще какая-то техника, которая способна устранить такого рода проблему? Ну вот мы и устраняем. Мастер как раз откачивал воду из подвала в канализацию. А о других проблемах дома предложил спросить у своего руководителя по телефону. Что управляющая компания говорила, когда вы постоянно перезваниваете, перезваниваете, какие ответы находятся? У вас работают, у вас работают. Мы говорим, я дома нахожусь, нет, никто у нас не работает. Ну, значит, после обеда приедут. Ну, вы же не одни такие, что вы хотите? Вот и все. Ну, и порой уже, не порой, а уже зачастую просто не стали брать трубку. На наш звонок в управляющей компании столица тоже не стали отвечать. Нас таких много. Соседи Инны тоже не могут дозвониться. Слышат только гудки и пользователи соцсетей. Позвонил по трем номерам. Первый вызов всегда занят, кроме обеденного времени. Второй не берут трубку совсем. Третий постоянно отключен. Отвратительная организация. А пока заполненный подвал мешает управляющей компании устранить другие проблемы. Обращались в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзор обращались по поводу того, что у нас заполонили тараканы. Роспотребнадзор их обязал провести санобработку. Они сказали, в течение месяца они санобработку проведут. Санобработка не проводилась, так как подвал полный. Но подвал бедствия, а вопросов по текущему содержанию жилья у собственников накопилась масса, считайте сами. Трещины в стенах, плохая отмостка, неухоженная придомовая территория, контейнерная площадка будто вовсе забыта, а ко всему прочему местами разбитые или собранные из осколков подъездные окна. Если до начала холодов они не будут сделаны, в подъезде не получится поддерживать нужную температуру. Она, согласно нормам эксплуатации жилищного фонда, должна быть не ниже плюс 16 градусов. Кстати, в тех же нормах сказано, что подвал должен быть сухим и чистым. Так что жильцам остается ждать реакции управляющей компании, а иначе обращаться в госинспекцию. О содержании подъездов в нормах эксплуатации жилья уже все давно сказано. Неисправное состояние лестниц, трещины, выбоины, углубления в ступенях от истирания, ослабления крепления ограждений, повреждения перил – все это следует устранять по мере появления и не допускать дальнейшего разрушения. Металлические элементы лестниц следует периодически, через каждые 5-6 лет окрашивать, предварительно очищая ржавчины. Замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток на лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения дефектов. При проведении капитального ремонта лестниц нужно предусматривать устройство пандусов. Уклоны тоже допускаются небольшие, нарушение горизонтальности лестничных площадок допускается не больше, чем на 10 мм, а самих ступеней не больше, чем на 4 мм. В нормах говорится, нельзя использовать лестничные помещения, даже на короткое время, для складирования материалов, оборудования и инвентаря. И последнее, хоть мы об этом выпуске уже и говорили, но повторим, помещение должно регулярно проветриваться, при этом допускается температура воздуха не менее 16 градусов по Цельсию. Следите за своими подъездами! А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. А если вашим подъездом тоже не занимаются или есть коммунальные проблемы посерьезнее, обращайтесь к нам, мы попытаемся вам помочь. До следующего вторника. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok